Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ярик, и сейчас будет немного необычный обзор, так как это не очередной обзор на игрушку, а обзор на видео, видео к игре. В общем, коротко расскажу. Недавно, по-моему, 2 или 3 дня назад, Rockstars Games выложили новое видео по игре Max Payne 3, в котором они показали все основные технологии, использующиеся в игре, ну, в общем, показали движок в действии. И многие люди уже попросили сделать обзор на это видео, да и мне и самому, в принципе, есть что сказать, поэтому, ну что ж, давайте рассмотрим и посмотрим интересные моменты этого видео. Итак, приступим. Вот с этого места уже можно рассказать, вот прям, смотря на Макса в прежнем виде, вызывает это умиление, действительно, то есть, старый добрый Макс, а не тот, что мы видели на скриншотах последний лысый, какой-то мужик, оброшенный, бородатый, совершенно неухоженный. Здесь же наш пижон Макс в своем плаще с галстучком, ну, в общем, как всегда, и действительно очень красиво. Давайте продолжим. Здесь вот мы видим перестрелки, опять замечательная вот эта вот перестрелка, именно этот момент, напоминает мне тоже Макс Пейн 2, только в буре такой красивой оболочки. Но вот здесь вот уже начинается моя неприязнь к игре, потому что новый облик Макса, я думаю, многим из нас не нравится. Однако, как я успел заметить, облика здесь будет, по-моему, три у него, то есть, три этапа жизни будут показаны, где Макс в привычном нам облике, потом Макс немножко заросший, то есть, уже там бородатый, но еще с волосами. И третий мой самый любимый облик, вот этот вот, так называемый Брюс Лилис от старости, действительно очень страшный как выглядит, ну, прям, не нравится, не нравится, как будто бы он сказал, хорошо. В игре используется движок от GTA IV, то есть, это рейдж, с, конечно, со всеми вытекающими, то есть, анимация эйфории и так далее, и эйфория здесь просто великолепна, вот там демонстрируют, действительно, перестрелки, мы всегда помним, что перестрелки были очень крутые, там, допустим, и, ну, в GTA IV они еще так были кое-как сделаны, в принципе, ну, это первый опыт, так сказать, экшена на рейдже, а вот Red Dead Redemption уже был очень-то круто сделан, там, и перестрелки были классные, и ощущаемые, ну, тело там ощущало, как реагировало на выстрелы, на попадание, то есть, это было все охрененно сделано. Ну, собственно, в этом видео вы также могли заметить некоторый интерфейс, вот наш Макс, это все так, интерфейс, как вы можете заметить, старый, то есть, фигурка человека, опять же, степень нашего здоровья, я так понял, и выносливости. Здесь вот Макс у нас во втором, так сказать, обличье, то есть, он еще с волосами, но уже заросший. Только так же мы можем заметить на этом видео офигенная разрушаемость, ну, просто вот реально офигенное повреждение стекол, ну, я мало где видел. Вообще, по анимации, судя ей, вот так посмотреть, то я думаю, игрушка будет, ну, просто великолепна в плане анимации. Пока что самая классная анимация, которую я видел, это была в Uncharted 3, то есть, там действительно круто проработанная, но, наблюдая за анимацией здесь, ну, прям кажется, что здесь будет еще и лучшая анимация, все-таки именно над этим они и работают. Ну, графику, про графику я пока вообще ничего не могу сказать, да и не стоит думать ого говорить. Пока что можно только сказать по первому виду, и анимация крутая. Вот снова возвращаемся к старому облику с Максом, как раз в Нью-Йорке, в то же время это сразу, видать, после второй части, то есть, еще идет снег, блин, ну, все-таки красиво, и когда уже возвращается обратно к старому этому Максу, блин, ну, это же ужасно. Вот именно вот эти две разные время, два разных эпохи, так сказать, когда вот они где-то чередуются между собой, ну, просто шедевр и ужас, скажем так. Ну, третья эпоха, я пока вообще не пойму, что это такое. Вот нам показывают, так же и рассказывают то, что каждая, допустим, пуля, каждая выстрел, она генерируется физикой, то есть, все это очень круто, то есть, там будет и физика, в общем, оружие будет очень хорошее, я так понял. Ну, что ж, посмотрим, как все проработано будет. Ну, чувствую, тут будут работать, и уже сделали большой-большой вкладку. Анимация, да, вот именно, конечно, эйфория здесь не подкачает, и в этом я умею. Потому что даже по первым роликам я увидел, это еще и бета-версия, и ранее бета-версия, скажем так. Сделано все круто, стекла очень круто разбиваются тоже. Можно уже даже смело сказать, что игра сможет похвастаться замечательной физикой, отличной анимацией, ну и неплохой графикой. То есть, да, действительно. Все, ну, на высоком очень уровне, и я, конечно, жду шедевра от Rockstars Games и старого доброго Макса. Соответственно, вот эту сцену мы наблюдаем, где такой обросший уже Макс в каком-то, я даже не знаю, парке, я так понял, или стадионе, да, на стадионе, с раненой рукой передвигается. Ну, прикольно сделан, но вот немного опять доли нереалистичности, он бы так просто не смог бы облокотиться на руку, потому что, по всему, у него там пол руки уже нету, судя по ранению. Ну, и заканчиваясь все этим выстрелом из снайперской винтовки. Так сказать, наверное, другого снайпера. Собственно, давайте уже обсудим то, что мы все это увидели. Еще раз подведем итог. То, что нам показали, ну, скорее даже не то, что оправдало мои ожидания, а оказалось даже лучше, чем я ожидал. То есть, да, я ожидал Макс Пейна, именно старого Макс Пейна, который там первой, второй части, потому что, когда я увидел даже первый трейлер третьей части, ну, мне как-то все вызвало отвращение на самом деле. Но потом я узнал, в принципе, какой движок у игры и что за всем этим стоит. Да и более, там, скольки, уже 5-6 лет разработки. В принципе, работа проделана очень большая. Это видно уже даже по этому видео. То есть, великолепно поработали над анимацией, великолепно поработали над графикой, великолепно подработали над физикой. Надеюсь, сюжет не подведет, потому что это именно самое главное. То есть, должны рассказать действительно интригующую и трогающую, трогательную историю. Ну, как это было, опять же, в первой и во второй части. Не знаю, как это нам подадут, конечно, историю, сюжет рок-старовцы, но я надеюсь, что это будет на высшем уровне. И, как я понял, таких серий видео, как вот этих вот, да, то есть, показать движок, будет несколько, потому что, то есть, написано только первая серия. Так что ждем остальной серии, и по первому видному, конечно, пока что это великолепно. Ладно, ждем новых видео по MaxPlay, ну и обязательно сделаем на них обзор. Всем пока. И да, чуть не забыл, скажем спасибо HD Димчику, который, в принципе, и предоставил мне это видео, и посоветовал сделать обзор. Спасибо, дружище. Спасибо.